Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости на телеканале Видное ТВ. Сегодня в выпуске вы увидите. Погибшие участники СВО из Ленинского округа были награждены посмертно. Никакая награда, ничто не заменит нам потери. Мы все вместе с вами скорбим. На территории муниципалитета проходит социальный раунд «Трезвый водитель». Задача их заключается в том, чтобы проверить максимальное количество водителей. Школы округа проходят проверку перед новым учебным годом. Проверяется перечень поручений пункта 2, реализации поручений президента Российской Федерации. Указом президента России за мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, посмертно были награждены трое участников СВО. Все они уроженцы города Видное. Торжественная церемония награждения проходила в конференц-зале военного комиссариата Ленинского городского округа и Домодедово. Глава Ленинского округа Станислав Катаров выразил искренние соболезнования, а также слова поддержки и благодарности семьям погибших героев. Никакая награда, ничто не заменит нам потери. Мы все вместе с вами скорбим. И, конечно, наша задача быть с вами здесь в трудные минуты и помогать от себя лично, от всех жителей городского округа Ленинский. Хочу сказать вам огромное славу и благодарности за ваших ребят. Награды вручили родственникам погибших бойцов. Ордена мужества посмертно получили Владимир Гуров и Виталий Красулин, жившие в городе Видное, и Максим Вавилов, ушедший в зону специальной военной операции из город Ленинских. Светлая память и слава героям. Теперь получить свидетельство на перевозку домашнего животного стало проще. В Подмосковье запустили новый онлайн-сервис, упрощающий оформление ветеринарного свидетельства формы номер один для перевозки питомца. На региональном портале Госуслуг можно выбрать ближайшую клинику, подобрать удобное время для визита или вызвать ветеринара на дом. Специалисты при такой записи могут заранее создать проект документа, чтобы сократить время посещения. Услуга предоставляется бесплатно. Результат направят в личный кабинет заявителя. Срок получения ветеринарного свидетельства – один день. До 28 июля на территории Ленинского городского округа проводится социальный раунд «Трезвый водитель», в ходе которого сотрудники госавтоинспекции напоминают автомобилистам о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Как будет проходить рейд, узнала наш корреспондент Юлия Стаферова. В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные качественные дороги» во всех городских округах Подмосковья, в том числе и в нашем муниципалитете, будет реализован комплекс информационно-пропакандистских мероприятий «Трезвый водитель». Сотрудники госавтоинспекции совместно с активистами общественных объединений будут напоминать водителям о запрете вождения автомобиля в состоянии опьянения. Будут проходить массовые проверки граждан. Они в чем заключаются? Сотрудники госавтоинспекции выбирают определенный участок дороги в определенном положении, локации. И задача их заключается в том, чтобы проверить максимальное количество водителей. Контроль станут осуществлять на сельских территориях, садовых некоммерческих товариществах, коттеджных поселках и местах отдыха у водоемов. Там будут работать отдельные группы нарядов ДПС. Они раздадут листовки автолюбителям со всей необходимой информацией. Мы узнали, как автомобилисты относятся к социальному раунду «Трезвый водитель». Очень положительно отношусь. В данной ситуации очень важно, чтобы на дороге у нас ездили адекватные люди. Понимали, что они несут большую ответственность на дорогах. Так как мы имеем детей, семьи и переживаем за безопасность. Это повышает безопасность дорожного движения, оберегает других участников, как пешеходов, так и участников на автомобилях. Конечно, положительно нужно проводить такие рейды. Мотоциклист Илья Чернышев дал ценный совет тем, кто думает, что может себе позволить сесть за руль в состоянии опьянения. Все просто. Нужно думать не только о себе, а о том, что вокруг тебя есть люди, у которых есть семьи, которые могут не увидеть кого-то вечером дома. Наверное, это как-то может быть отрезвляет, когда отвечаешь не только за себя, а понимаешь, что есть еще иная ответственность. В том числе и уголовная. Напомним, что за вождение в нетрезвом состоянии предусмотрена административная ответственность с лишением прав на срок от полутора до трех лет, а также штраф. При повторном нарушении грозит уголовная ответственность и изъятие автомобиля. Юлия Стоферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Ежегодно к началу нового учебного года все школы проходят проверку. В составе комиссии также участвуют и сотрудники госавтоинспекции. Их главная задача – обеспечить безопасность учебного процесса, поэтому особое внимание уделяется состоянию дорожных объектов вблизи образовательных учреждений. Для обеспечения безопасности детей перед началом учебного года проводятся проверки состояния уличной дорожной сети вблизи образовательных учреждений. Так, первой точкой в целом ряде проверок стала Видновская школа номер один. Сегодня мы комиссионно обследуем совместно с ГИБДД, с Управлением образования администрации, с курирующим заместителем. Мы выехали посмотреть, какое в настоящее время состояние пешеходных переходов, потому что близится школьный сезон, образовательный сезон, дети пойдут в школу. Это только первая проверка. На ней совместно обсудили план работы для осуществления всех требований. Наличие соответствующих дорожных знаков, их дублирование на проезжую часть, нанесение разметки. К ним же относятся ремонт и покраска пешеходных ограждений, установка искусственных неровностей, а также исправность уличного освещения и светофоров. Проверяется перечень поручений пункта 2, организации поручений президента Российской Федерации ПР-287 от 20 февраля 2015 года, где четко обозначены схемы в зоне образовательных учреждений. В этих схемах четко прописаны технические составы организации дорожного движения. Это все стандарты, которые должны быть для начала запуска образовательных учреждений. На территории Ленинского городского округа 13 пешеходных переходов, которые расположены вблизи школ. Их подготовят к началу учебного сезона. До 1 августа работы должны быть завершены. Полную готовность дорожно-транспортной сети вблизи школ и в целом учебные заведения комиссия проверит в конце лета. Инга Инчук, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ. Во время игры во дворе шестилетние близнецы Миша и Никита почувствовали неладное и сразу пришли на помощь. Они обнаружили на улице потерявшегося ребенка и помогли ему встретиться с мамой. В УМВД по Ленинскому округу высоко оценили поступок ребят. Огромное спасибо за то, что воспитывают таких детей. Хороших, воспитанных, правильных, которые и обществу в будущем будут помогать. Поэтому такой небольшой презент вам. Наборы Лего стали только дополнением к подарку. Основной наградой для ребят за помощь в поиске потерявшегося на улицах города четырехлетнего мальчика стала экскурсия по зданию УМВД и знакомство с профессией полицейского. По легенде, в дежурную часть поступает звонок от жительницы. Юным помощникам объяснили, как пользоваться связью, и они своевременно отреагировали на вызов. У нас идет звонок, мы одеваем вот эти наушники, и вот в этот специальный микрофон мы говорим, слушаем вас, а на той стороне нам говорит человек, что у него произошло. Оказалось, жительница стала очевидцем совершения кражи. Информация получена, сотрудники собираются на выезд. Но перед этим надевают специальную форму и берут наручники. Как выяснилось, ребята хорошо подкованы в вопросе экипировки. Я знаю, зачем эти наушники. Чтобы преступник не вывелся от тебя из рук. Сотрудники УМВД выдвигаются на задания, чтобы поймать и задержать нарушителя. Юный отряд поспешил занять места в служебной машине, после чего их научили, как пользоваться рацией. Это связь с дежурной частью. Дежурная часть передает всякие вызовы, направления, нарушения, где преступники, какие-то преступления, либо нарушения правил дорожного движения. С задания ребят вернулись оперативно, после чего, по легенде, недобросовестный гражданин был отправлен в камеру для нарушителей порядка. Казы комнаты административно задержаны. То есть те люди, которые совершают плохие поступки, их полиция помещает в эти помещения. День в управлении УМВД по Ленинскому округу получился ярким и плодотворным. Председатель общественного совета УМВД Сергей Лысенков отмечает, по ребятам было видно, что они всерьез заинтересовались профессией полицейского и стремятся помогать людям. В малом возрасте, в 6 лет, гореть этим, это очень здорово. Ребята очень чуткие, ответственные, молодцы. С ранних лет с профессией полицейского их связывают добрые дела и бескорыстная помощь. Даже во время игр во дворе они нашли время на подвиг. После экскурсии в профессию ребята точно решили, кем они будут в будущем. Хотели бы работать в полиции? Да. Почему? Ну, чтобы охранять, догонять. На примере ребят видно, что для сотрудников полиции уже растет достойная смена. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова